Самое страшное, что могло быть, это опасение того, что война затянется. Это звучало в начале войны. Я войной называю широкомасштабные действия. То есть это был самый страшный кошмар украинцев, война надолго и так далее. Ну вот неожиданно так получилось, что мы видим, что война на какой-то больший срок, она страшнее для россиян, чем для наций. В нашей стране каждый знает, за что воюет Украина. Каждый знает, за что воюет его страна, за что воюет наша армия. Ну то есть такого вопроса за что не возникает. Российская Федерация не смогла объяснить ни своим гражданам, ни мотивировать свои вооруженные силы, для чего им эта война, за что они воюют, какие цели у них в этой войне. Их политикум не может сформулировать эти цели. Их раздражает то, что они не могут их ни назвать, ни понять, ни узнать. То есть если смотреть со стороны, хотя это очень сложно, находясь внутри, пользуясь поддержкой Запада, бег на длинную дистанцию выгодней Украине. Как вы считаете, я прав в этом предположении или нет? То есть что быстро мы можем только проиграть, мне так кажется. Если вот быстро, если мы хотим, вот совсем быстро, но если мы идем серьезно в долгую и хотим решить вопрос, где оккупация Украины, то шансы у нас есть только если мы подойдем к этому системно, не на полгода, возможно даже не на год, но так, чтобы решить этот вопрос навсегда. Дело в том, что есть определенные периоды восстановления и вооруженных сил, и техники, восстановления определенного потенциала боевого, который был утерян в результате определенных военных действий. Так вот, этот период у россиян полгода до весны, до весны их можно еще разбить, разбить так, что они уже не восстановятся, есть такая опция, то есть мы можем это сделать. После весны уже дальше россияне восстановят свой потенциал, они восстановят свои вооруженные силы, они в этой войне, у них очень хорошие аналитические центры, они очень быстро учатся. И они в этой войне научатся уже с весны воевать по-серьезному и по-взрослому. Потому я немножко не согласен все-таки с вашим видением, почему? Потому что мы не сможем им ничего противопоставить в таком случае. Если Россия до весны, допустим, проведет еще пару мобилизационных мероприятий, только не по 300 тысяч, а по 150, у них не съедает их система в 300 тысяч одновременно, по 150 тысяч в месяц они выйдут на цифру где-то около миллиона подготовленных войск. Опять же, за полгода они решат вопрос по запуску даже с прошлого тысячелетия вооружений, которые они могут предоставить в определенном количестве. И дальше вот эта миллионная армия будет постоянно восстанавливаться, то есть там мобилизационный ресурс около 15 миллионов, они смогут в режиме 150 тысяч в месяц их восстанавливать, даже если мы 150 тысяч в месяц будем их отминусовывать. Потому их перемолоть будет практически невозможно. Выбрать 15 миллионов, это мы через одно поколение только выберем, а за это время, с тех точки зрения, бабы еще нарожают. Украина не выдержит, бегом в долгую, просто не выдержит. Раз. Второе. Украины не такой и не людской потенциал, и украинцы имеют возможность уйти от решения вопросов, если они будут затягиваться, они будут использовать этот вариант, потому что все-таки малочисленность нации относительно российской нации, она накладывает свой отпечаток. Ну, это пусть я говорю о вопросе, допустим, связанном с количеством людей, но даже та военная помощь НАТО, которая сейчас идет, она просто не будет востребована, нам будет некем ею пользоваться в тех количествах, которые должны, мы сможем противопоставить россиянам. Тем более, они сейчас ушли, они сейчас выполнили очень, с военной точки зрения, правильный маневр. Они сократили линию фронта, прикрылись Днепром. Следующий шаг, может быть, россиян, они могут оставить сухопутный коридор, запечататься в Крыму, на Донбассе, и выковырять их оттуда через полгода уже будет невозможно. Я думаю, у нас лах есть всего лишь полгода, не более того. Роман, вы меня не совсем правильно поняли. Я очень-очень коротко, я совершенно не предлагаю войну до последнего украинца, более того, я дорожу каждым потерянным нашим бойцом. Речь не о том, то есть полгода, это как раз тот срок, о котором мы говорим, просто многие после каждой громкой победы, будь то освобождение Харькова, Харьковской области, или будь то деоккупация Херсона, ждут, что война закончится уже завтра, но это невозможно. Я к тому, что быстро мы можем только что-то, не дай бог, потерять в глобальном масштабе, а все остальное требует рассчитанных поступательных действий. Да, ну, наверное, полгода – это реальный период. Ну что ж, друзья мои, вопросов очень много, вопросов разные, и мы сейчас будем зачитывать самое интересное, а переходим вот в этот третий наш самый интересный раунд, ради чего, собственно говоря, мы все начинаем. Нас три с половиной тысячи человек в прямом эфире. Спасибо вам, друзья, всем, кто смотрите. Это очень приятно. Я начну с Романа, Марина задает вопрос, Роман, с вас начну. Роман, как вы оцениваете возможность прорыва украинской армии к Мариуполю или Мелитополю? А когда это может произойти? Видите, всем не терпится. На правом берегу остался около 80% неиспользованного потенциала украинских войск, которые их не использовали для уничтожения россиян. Россиян не сумели уйти, прикрывшись мирным населением, прикрывшись заявленной эвакуацией, так называемой. Но сам потенциал остался. Осталось не одна тысяча готовых войск, которые могут переправиться на левый берег. Скорее всего, это будет сейчас происходить. Естественно, боевой потенциал, связанный с поставками вооружения, которое было поставлено для выполнения задачи уничтожения на правом берегу российской группировки. Этот весь потенциал сейчас перетечет на левый берег. Я думаю, есть возможность до конца этого месяца даже услышать об определенных успехах в движении по Южному фронту. Прорывы Южного фронта, то есть это фронт от Запорожья до Донецка, где-то 250 километров, на глубину 100 километров, два танковых перехода. В принципе, возможен при использовании вот этого всего правобережного потенциала. 80% его осталось. Выход в любую точку Азовского побережья, вероятно, побережье Азовского моря выполнит очень мощную задачу по отсечению, ну мы об этом уже говорили, по отсечению группировки. Я думаю, до конца месяца это возможно. Значит, движение на Мариуполь или на Мелитополь. На Мариуполь из-под Углидара, а на Мелитополь из-под Орехово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok